Привет, друзья! По поводу прошедшей Олимпии. Многие уже спрашивают, многие еще будут спрашивать, поэтому выскажу свое личное мнение. Но предупреждаю сразу. Оно является исключительно субъективным и не несет в себе цели, желания кого-то оскорбить, кого-то оправдать или еще что-то. Вчера, за час до начала трансляции Олимпии, я пошел в зал тренироваться и встретил Густава Баделла. Он меня спросил как раз-таки, что я думаю по поводу Олимпии, кто мне нравится. Я сказал, что мне нравится Шон Родден, но я был уверен, что федерация настроена на Филла Хита, потому что лично мое мнение, что еще в 2017 году нужно было отобрать у него статуэтку. Достаточно было бы с Филла и шесть Олимпий, особенно вы все помните, какая была у него форма. Но Густаво сказал, что не факт. Несмотря на всю политику федерации, они все-таки понимают, что весь мир наблюдает, люди видят. И возможно даже с точки зрения интриги и сенсации, мы же все ожидали, что Филлу опять отдадут это. Но Густаво был уверен, что у Шона Роддена именно в этом году, именно по той форме, которую он показал, есть все шансы получить статуэтку. И при всем уважении, друзья, к Филлу, ну, не достоин он стоять в одном ряду с Лихейни, с Ронни Коулом. Просто не дотягивает он пока. Ясное дело, что это очередная, единственная статуэтка. В следующем году, хотите верьте, хотите нет, Шон титул не защитит. Разочаровал, откровенно, Биг Рами при такой огромной массе, достаточно узкой для этого талии. Не добрал в сепарации. Если бы Рами также уделял внимание глубине своей мускулатуры, то ему не было бы равных. На мой взгляд, сейчас должен доминировать Рами. Рули Винклер вообще впечатлил красавчик. Отличная форма, мог спокойно становиться вторым. Бонок тоже без комментариев. Тоже молодец. Фил во многих позициях смотрелся лучше. И Шона, и остальных ребят. Но он не производит сейчас впечатления того, что он однозначно, безусловно, лучший. И с точки зрения все-таки мировой интриги, развития индустрии, я считаю, что Федерация поступила правильно. При том, что Шон достоин. У Шона прекрасная форма, несмотря на то, что он вернулся после травмы, никто вообще его не воспринимал серьезно. Как всегда, темная лошадка выстрелила. И если брать эстетическую сторону вопроса, то Шон больше подходит, нежели Фил. У Шона более классические формы. Эстетически он выглядит лучше. Уже, талия. Да, он проигрывает в объемах дельтовидной мышцы. Руки не такие, как у Фила. В спине, со стороны спины, в позициях широчайшие, сзади он проигрывает. Но общее впечатление, общее впечатление все-таки на меня лично Шон произвел гораздо большее, нежели Фил Хит. И еще раз повторю, что, ну, нельзя, нельзя было давать ни седьмую, ни восьмую Олимпию Филу Хиту. Есть легенды, и Фил пока что не заслуживает стоять в одном ряду с этими легендами бодибилдинга. Возможно, возможно, Фил вернется в девятнадцатом году. Фил будет штурмовать свои статуэтки дальше. Но это все-таки, согласитесь, друзья, уже не восемь статуэток подряд. Вот таково мое мнение. С точки зрения развития бодибилдинга, когда говорят, что сейчас он монструозный, да, большинству обывателей это не нравится. Но это все равно, что ограничивать подъем весов в тяжелой атлетике или в пауэрлифтинге. Все равно, что не давать развиваться скорости в Формуле 1. То же самое не давать развиваться с точки зрения массивности бодибилдерам. Для этого вот как раз-таки и создаются другие категории. Классик физик, к примеру, сейчас она очень симпатична, очень популярна. Но open категория, она должна шокировать. И есть люди, которые все-таки любят, их очень-очень мало, огромную мышечную массу. Единственное, что хотелось бы, конечно, научиться при этом, чтобы внутренние органы не выдавливали животы вперед. Вот, как бы ты не был огромен, если у тебя пузо, как у гориллы, это тоже, согласен, смотрится не очень хорошо. Тем более мы видели, что некоторые атлеты показывают огромные объемы при относительно небольшой талии и невыпячиваемом животе. Но нужно понимать, что в таком бодибилдинге, я это уже не раз говорил, главное уметь много жрать. Я не говорю есть, а жрать, потому что там люди реально жрут. Если бы вы видели, сколько потребляет профессиональный бодибилдер, вы бы просто с ума сошли. Реально, столько есть и оставлять при этом вакуум, я не представляю это возможным. Чтобы такую массу поддерживать, нужно просто-просто постоянно-постоянно много-много жрать. Джей Катлер, когда закончил карьеру, говорил, что он устал не от тренировок, а именно от того, что необходимо постоянно, постоянно есть, когда тебе этого совершенно не хочется. Декстер Джексон рассказывал буквально вот на предстоящей Олимпии, что если он пропустит хоть один прием пищи, то это сразу же сказывается на килограммах его массы. Представляете, да? Даже просто поддерживать такую форму необходимо огромное количество потребляемых калорий. Поэтому никогда не быть бодибилдером в таком виде, в котором он существует, олимпийским видом спорта, до этого и не нужно. Не стоит также обвинять бодибилдинг в постоянном употреблении фармакологии, потому что любой спорт, абсолютно любой спорт, который представлен на олимпийских видах, на олимпийских играх, подразумевает фармакологию. Там, где есть результат, там всегда есть фармакология. И не нужно быть наивным, говорить, что есть допинг-контроль. Все это, друзья, чушь, которая только как раз-таки гробит здоровье спортсменов, потому что приходится принимать не только препараты для достижения результатов, но и препараты, которые будут скрывать то, что вы употребляете препараты. И препараты приходится принимать спортсменам короткого действия, а они гораздо вреднее и опаснее тех, которые работают дольше. Но это уже совсем другая история. Так что, друзья, я очень-очень впечатлен, рад. В прямом эфире я это все видел. То, что вершится история, то, что наконец-то она идет, хоть иногда, да, и я понимаю, что это единичный результат. В следующем году будет совершенно другая история. Снова монстры массы возьмут статуэтку. Но у нас есть целый год, целый год радоваться, верить в то, что сейчас вы увидите абсолютно все. Обзорщики. И русскоязычные, вы все их знаете. И англоговорящие. И все журналы будут-будут твердить нам о том, что наконец-то бодибилдинг посмотрел в сторону эстетики. Но поверьте, друзья, это все показное. Это все только-только ради интриги. И продлится всего год. Поэтому давайте наслаждаться этим годом. Жену огромный респект. Фила чисто по-человечески. Жалко. Естественно, человек был уверен, что ему дадут как минимум 8-9 статуэток. Хотя он и заявлял о 10. Но жизнь не заканчивается. Фил парень крепкий. Может быть, это послужит ему уроком. Не хочу распространять слухи. Я лично с Филом не знаком. Но все люди, которые знают его лично или как-то общались, говорят о его высокомерии, о том, что он очень сильно изменился. Стал относиться к людям с высока. А это всегда, в любом случае, неправильно. Кем бы ты ни был. И говорит только о комплексах. Говорит о том, что сам вылез из грязи. В князи, что чаще всего бывает, хотя и у поколения аристократов такое просматривается, но все-таки тот, кто недавно вылез сам из грязи, почему-то начинает пренебрежительно относиться к другим людям. Это опустило Фила на землю, опустило жестко, на скорости, без тормозов. Но думаю, друзья, что если он действительно по-настоящему имеет крепкий мужской характер, он не сдастся. И, как показывали не раз и Ронни, и Джей Катлер, вернется на сцену Олимпии и будет достойно выступать, достойно представлять этот вид спорта, свою семью, свою страну. И на этой позитивной ноте давайте попрощаемся. То, что вы думаете обо всем об этом, пишите в комментариях. Если согласны со мной, ставьте лайк. Если не согласны, ставьте дизлайк. И делитесь этими видеороликами и этим видеороликами, роликами, которые были раньше в своих соцсетях. Это реально помогает развиваться каналу. Помогает развиваться каналу. И я понимаю, что вам интересно, что вам нужен мой блог. И это мотивирует меня делать для вас новые видео-выпуски, писать статьи, работать над книгами. Всем пока! Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство и нас в группе уже 344 человека и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факфитнес». Почему она так называется? Вы поймете, прочитав эту книгу, взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok